Перенести весь товарооборот из Одесского порта в Южный и Черноморск, а Одесскую гавань отдать под благоустройство, давно предлагает Александр Захаров. Реформировать стоило бы и сам подход к работе таможни, считает эксперт. Неспешное оформление грузов – лучшее подтверждение коррупции в этой службе. По закону, на оформление грузов у таможенных инспекторов есть 4 часа. А проводить тщательные досмотры можно только в случае срабатывания автоматизированной системы рисков. То есть, если груз идет из Афганистана или из Ирана, там, возможно, наркотик, или пищевая соль идет на Украину. В Украине не надо пищевая соль, но вдруг кто-то везет. Тоже есть подозрение, что там что-то не то. Но на деле инспекторы часто проверяют грузы из-за собственной прихоти, и предприниматели терпят убытки. Иногда за день простоя поставщик теряет до 500 долларов. Со схожей проблемой столкнулись и клиенты Александра Бабыкина – фирма по экспорту продуктов питания. Их груз – соки. Задержали в начале сентября. Причина – конфликт с производителями экспортируемого товара, считают бизнесмены. Они сначала произвели таможенное оформление этих соков. В тот же день таможенный инспектор позвонил нам и говорит, отзовите эту декларацию с соками. По какой причине? Основная аргументация заключается в том, что у них имеются письма от производителя, у которых он заявляет о нарушении его прав интеллектуальных собственностей. В сговор таможни с производителем эксперты не верят. Ведь механизмов решения этой проблемы мирным путем предостаточно. Но сама ситуация влечет за собой другую. Часто задержки грузов на таможне вредят деловым отношениям Украины с партнерами. Особенно в вопросе транзитных грузов, как это произошло при перевозке мяса в Беларусь. Но мясо такая вещь, вообще ветеринарные грузы, что если ты в них посмотришь, то даже тот, кто туда залез, он может нести там кишечную палочку, например, в это мясо. Это может быть или там ящер, или сибирская язва, все что угодно. Мясо, ветеринарные грузы категорически нельзя смотреть. Но наш инспектор решил посмотреть. В результате получилось, что 20 контейнеров с границы Беларуси были отправлены обратно производители этого мяса, и там были сожжены. Фискальные таможенные службы за последние три года почти не реформировались. Система задержек грузов на таможне приходила по наследству от правительства к правительству все годы независимости. Ну, это старая проблема еще времен Януковича. Действительно, все системы в портах и таможне были построены так, чтобы заставить водителей и экспедиторов рассчитаться за то, чтобы ты имел право просто проехать через порт. Таможня – золотая жила коррупционеров. Поэтому ее реформирование будут всячески тормозить лоббисты, уверяет экспедитор Виктор Берестенко. До 60% госказны наполняют именно таможенники. И большая часть из них приходится на Одесский порт. При этом ни в одной цивилизованной стране доходы от таможни не могут быть бюджетнообразующими. В США эти показатели не превышают и 1%. Формы контроля, вот эти досмотры, задержки необоснованные, они ни к чему не приводят. То есть из тысячи, двух тысяч досмотров не выявлен ни один случай, который стоит того ущерба, который наносится бизнесу и субъектам этими досмотрами. Потому что вся форма контроля, проведение этих форм контроля, они стоят денег, там 200, 300, 600 долларов прямых расходов и плюс задержки в оформлении, плюс срывы контрактов, плюс, 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 плюс. Многие эксперты отмечают и колоссальное влияние силовых структур на работу таможенников. Минимизировать коррупцию помогла бы одна единственная норма, если инспекторы перестанут контактировать с экспедиторами. Для этого в порт даже завезли специальные сканеры. Правда, используют их почему-то редко. Анастасия Левкович, Григорий Евич, телеканал «Репортер». Я понимаю, что отпуск к Новому году придёт.